Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. В Анапе подвели итоги работы по исполнению закона 1539. Всероссийский день памяти неизвестного солдата отметили в Анапе акцией. В Анапе подвели итоги работы по исполнению закона номер 1539 на внеочередном заседании штаба по взаимодействию в области организации участия граждан в охране общественного порядка, профилактике безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних. В 2014 году в городе и сельских населенных пунктах проводили большую работу по исполнению так называемого детского закона 1539. Ежедневно в рейдовых мероприятиях участвовало более 50 человек. Всего с начала года в Анапе было сформировано 4259 рейдовых групп, участники которых выявили 405 несовершеннолетних, находящихся после 22 часов на улице без сопровождения взрослых. По месту жительства проверили 1543 проблемных подростка. Большой вклад в эту серьезную работу внесли члены родительского и молодежного патрули, добровольная народная дружина и казачество. На совещании объявили победителей ежегодного смотра конкурса добровольных народных дружин. На третьем месте местное отделение ДОСАВ, на втором – дружинники пационата Урал. Лидером стала дружина Анапского городского казачьего общества. Призером вручили дипломы и денежные премии. Также премиями наградили и лучших дружинников, среди которых сотрудники курортных здравниц и коммунальных предприятий. Хочу всех поблагодарить за ту работу, которую вы проводите. Я считаю, что мы на этом останавливаться не должны. И очень отрадно, что среди народных дружин, членов народных дружин, есть еще даже женщины. Поэтому это тоже, я считаю, заслуживает глубокого нашего уважения. В завершении заседания штаба заместитель главы Олег Костенко выразил надежду, что в следующем году успешная работа дружинников даст еще более плодотворные результаты. Внимание анапчан и гостей курорта. Большая распродажа кожаных курток, дубленок и обуви. Только один день, 5 декабря, с 10 до 19 часов в отеле «Плаза» действуют скидки до 70%. А на полице Красноармейская, 10 Б, отель «Плаза». Продолжаем выпуск. Всероссийский день памяти неизвестного солдата отметили в Анапе памятной акцией. В Нижней Гостогайке у мемориала память погибших почти минутой молчания. Имя твое неизвестно, подвиг твой вечен. 3 декабря в России впервые отмечают День неизвестного солдата. Именно в этот день, в 1966 году, прах неизвестного воина был перенесен из братской могилы к стенам Кремля, где был создан мемориал могила неизвестного солдата и зажжен вечный огонь. В феврале 2013 года в хуторе Нижняя Гостогайка прошло перезахоронение солдата времен Великой Отечественной войны. Останки его были обнаружены недалеко от хутора. На месте не было найдено никаких документов, поэтому его имя остается неизвестным. Память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину ценой своей жизни, священном. И мы, молодое поколение, говорим спасибо. Спасибо за возможность жить, работать, созидать. Венок памяти к могиле неизвестного солдата возложили глава Приморского сельского округа Василий Рогалёв и председатель Совета ветеранов округа Александр Грязнов. Винки и цветы к могиле возложили ученики школы номер 16 и казаки. День памяти неизвестного солдата – это благодарность погибшим героям Великой Отечественной войны. Поисковики России каждый год поднимают останки сотен безымянных солдат. Этот день – еще и своеобразный профессиональный праздник для всех поисковиков, подчеркивающий значимость их работы. 3 декабря – Международный день инвалидов. Не праздник, но еще один повод обратить особое внимание на тех, кому нужна поддержка. Чаще моральные люди с особенностями здоровья – герои нашего следующего сюжета. Я буду в нем, в тень я, в тень я, в своей душе его храняю. Концерт посвящен людям, которые покоряют вершины и дали, несмотря на ограничения здоровья. В их глазах не всегда отражается небо, и не все могут почувствовать почву под ногами, но у каждого скрыта духовная сила и вера в лучшее. Этот день очень нужен, чтобы обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями и восхититься необыкновенной силой духа, целеустремленностью, умением добиваться успеха в сложнейших условиях. Владимир нашел себя в творчестве, написал 26 книг и более 150 текстов песен, в котором анапские композиторы написали музыку. Мы показываем остальным, что хотя мы и ограничены в здоровье, в творчестве, мы границ не знаем, трудимся. Я защитник отечества, я кадровый военный, увечья получил в ходе военной травмы при защите отечества. Порой многие здоровые люди не понимают, недооценивают то, что подарила им природа – умение видеть, слышать, передвигаться. От имени главы особенным людям в этот день благодарственные письма и памятные подарки вручил заместитель главы Сергей Козлов. Самое главное, сегодня в нашем городе делается очень многое. Существует программа, согласно которой мы сегодня работаем на безбарьерной средой, чтобы сегодня наш человек почувствовал себя комфортно, мог пойти куда угодно, где угодно и попасть туда беспрепятственно. Воспитанники клуба «Дорога добра» – талантливые, увлеченные музыкой, и у каждого из них есть своя история и своя мечта. А объединяет их одно – стремление одарить свой талант и творчество зрителям, принося им радость, душевную теплоту и хорошее настроение. Клуб «Дорога добра» – постоянный участник общегородских мероприятий. В клубе занимаются разные дети. Все вместе они как большая дружная семья, ездят на концерты и делятся впечатлениями, проводят время и репетируют, несмотря ни на что. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда, иди «Дорога добра». Как правило, люди, имеющие физические недостатки, сильны душой и обладают разными талантами. Это люди, которые могут спокойно преодолеть трудности и неудобства и смириться с некоторыми ограничениями. Она поготовится к Новому году. В городе уже устанавливают елки, украшают городские улицы и здания. Свою лепту в создание новогоднего настроения вносим и мы. Открываем рубрику «С наступающим Новым годом». Каким он был и чем отмечен, расскажут известные люди. Для Приморского и Северского округа год выдался удачным. Строятся дороги в Нижней Гастагаке. Замечательная краевая дорога. Строится и заканчивается, будет введен в эксплуатацию детский садик в Красном Кургане. Строится дорога в Воскресенске. Занимаются ТОСы своими придомовыми территориями. Занимаются общественные организации по пожарной безопасности. Ну и все, что связано с жизнедеятельностью нашего округа. Приморский сельский округ поздравляет всех анапчан с наступающим Новым годом. Желает счастья, здоровья, благополучия. Ну и, конечно же, удачи. Удачи во всех делах. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. В четверг, 4 декабря, в Анапе малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 1-3 градуса. Ночью от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ждутного столба. Температура морской воды плюс 3 градуса. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. «Випарт» – клуб настоящих моделей «Меркурий-2» 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 «Меркурий-2»